всем здравствуйте с вами на связи елене я приветствую вас на своем канале устраивайтесь поудобнее наливайте чай кофе если у вас утро либо день либо что-то покрепче если у вас вечер вот и сегодня неважно сколько у меня займет этот расклад времени у меня прекрасное настроение я готова его разделить с вами и поэтому в начале расклада будет болтал как кому она неинтересно прокручиваете есть тайм-коды и смотрите то что вас интересует а я вначале хочу сделать вступление вступление конечно же касательно нашего нашей темы нашего расклада расклад я назвала кем я была был до трансформации и кем я стал стала сейчас да это если при условии вы завершили трансформацию если не завершили трансформацию дата где вы находитесь сейчас это с вами мы будем смотреть но прежде чем мы перейдем к раскладу я хочу сказать вот что касательно данного расклада Почему я выбрала именно эту тему. Я часто читаю в комментариях, что трансформация затянулась, либо очень долго все происходит. Здесь мне нужно будет вам, наверное, пояснить, что же такое трансформация, чтобы было какой-то общий знаменатель и понимание, почему на самом деле трансформация долгая, если вообще у трансформации какое-то время. И что я подразумеваю по трансформации, и что подразумеваете вы, для того, чтобы понять наш расклад сегодня. Дело в том, что с латинского трансформация означает переход в иную форму. Трансформацией мы называем любое изменение, и трансформация может происходить во многих сферах, но нас интересует, то есть трансформация может проходить, быть в генетике, в лингвистике, нас интересует психологическая трансформация, то есть то, что связано с нами. И на самом деле в психологии есть несколько, ну как бы так сказать, форм трансформации. Я озвучу только четыре. Первое – это изменение мышления, сознания, мотивации, мировоззрения, веры, как высшие ценности. То есть это одна часть, которая изучает психологию. Здесь мы понимаем, что человеку нужно время. Насколько можно определить временные какие-то параметры для того, чтобы изменить мышление, да, либо сознание. Как можем сказать, что это затянувшийся процесс, либо нет, да, то есть у кого-то на это уходит всю жизнь, а кто-то вообще и не приходит к конечному результату. Поэтому если мы говорим об изменении нашего мышления, сознания, да, либо изменить свою мотивацию, взгляды, мировоззрения, да, это очень масштабные изменения, очень масштабные трансформации. Поэтому в рамках времени, опять-таки, здесь у нас, ну, не может быть каких-то рамок, да, потому что здесь важна сама суть трансформации. Дальше, какая еще может быть трансформация в психологии? Это развитие психики от первичных процессов ощущения и восприятия к абстрактному мышлению. Она лежит в основе интеллектуальной трансформации, то есть мы рождаемся, да, с определенными процессами, да, не то что сами процессы изменяются, а наше восприятие меняется. И это может быть как-то неожиданно, да, случиться, то есть произошла какая-то ситуация, и у нас что-то поменялось, да, и мы стали по-другому воспринять, да, как будто бы глаза открылись, либо на это тоже нужно время. Почему? Потому что, ну, вот к абстрактному мышлению, да, за задачей данной трансформации мы приходим, ну, не сразу. И здесь надо очень много лет, я так могу сказать, да, чтобы вот обучаться. Даже если проходите какие-то курсы, да, или вы что-то делаете, все равно не хватает навыка, опыта. Следующие изменения, они связаны с разными аномалиями, то есть как психическими, так и соматическими, да. Здесь может быть происходить, если мы говорим психически, представьте, что произошла какая-то травма, авария, и человек потерял зрение. Сколько времени ему понадобится, да, и мы говорим о соматической сейчас травме. Изменения, да, чтобы произошла эта трансформация, чтобы он привык адаптироваться уже под новую реальность, да, невидящего, незрячего человека, чтобы он мог себя чувствовать полноценным человеком, так же, как он был когда-то зрячим, да, либо когда происходит ампутация по каким-то причинам, либо хирургические вмешательства, и человеку надо время на то, чтобы реанимироваться, да, здесь тоже, опять-таки, вопрос времени. Это может занять несколько месяцев, а может быть и лет. Это тоже является трансформацией, да, опять-таки в психическом плане, в соматическом тоже. И последняя трансформация, которую я обозначила, но она не в последнем списке, да, этот список можно продолжать, это трансформация личности в процессе проживания кризисов. То есть как меняется наша личность, когда мы находимся в каком-то кризисном, да, в какой-то кризисной ситуации. Это опять-таки по времени мы не можем установить какие-то рамки. И в Таро на самом деле, те, кто изучает Таро, знают, что карт, которые связаны непосредственно с трансформацией великих арканов, их несколько. И вот если мы говорим о проживании каких-то кризисов, да, кризисных ситуаций, то это у нас трансформация по башне. Это очень быстрое разрушение, да, когда, в принципе, оно приходит извне, да, это не внутреннее то, к чему мы приходим, да, работая над собой. Нет, это какая-то неожиданная, внезапная ситуация, которая заставляет изменить нам наше мышление, да, отбросить наши какие-то привычки, да, очиститься. Задача башни — очистить наше сознание, очистить нашу душу. Не душу, скорее всего, а тело для того, чтобы душа смогла раскрыться заново, то есть свет мог пролиться наружу. Также у нас к трансформации относятся и 14-й аркан умеренности. Это очень медленные перемены, да, они проистекают, а это может быть, допустим, трансформация какой-то болезни, да, какой-то хронической, которая долго-долго-долго развивается, и в конечном итоге она даст о себе знать, и это будет очень большим таким толчком. Либо это те процессы, которые происходят, но мы их не замечаем, поэтому мы говорим, что умеренность — это очень медленный процесс, либо наоборот, когда мы шлифуем какие-то качества в себе, да, отрабатываем год за годом, день за день, и это долгие процессы, это медленные процессы. За трансформацию у нас отвечает смерть, и это естественные процессы, да, это когда девочка превращается в девушку, когда из девушки она превращается в женщину, и женщина, она становится матью и проигрывает, то есть это отмирание, естественный процесс, отмирание чего-то и рождение чего-то другого. Кризис среднего возраста, да, кризис 30-летних, 40-летних — это тоже кризис. У нас за трансформацию отвечает и колесо фортуны, да, здесь у нас идет трансформация, смена времен, времен года. Либо когда все происходит циклично, да, ты находишься где-то на самом дне, и тебе нужно подняться на пик, да, в апогей какой-то ситуации для того, чтобы снова упасть в надир. То есть здесь опять происходит какая-то цикличность, и это тоже трансформация, только здесь понятно, что она какая-то, ну, закономерная, да, если быть более наблюдательным, ты можешь отследить какие-то этапы в своей жизни, они повторяются, да, здесь у нас трансформация 9 лет, 7 лет, 10 лет, может быть, ну, то есть повторное происходить в нашей жизни. Что у нас еще отвечает за какие еще арканы? Да, в принципе, они все. Здесь и Луна может у нас отвечать за трансформацию, когда идут смены, да, как раз таки, когда мы можем прозреть, да, перейдя в 10-й, в 19-й аркан, аркан Солнца, да, когда осветить вот эти темные стороны своей души. И вот это вот вступление, я вам сказала, не случайно для того, чтобы у вас было понимание, почему я застряла в трансформации, так ли это, застряли ли вы в трансформации, либо она происходит. Но, в принципе, исходя из того, что я сказала в вступлении, у вас должно быть понимание, что трансформация – это образ жизни, это некие перемены, да, в нашей жизни. Любые перемены воспринимаются не очень приятно. Пусть они будут даже позитивные, как, например, рождение ребенка, но оно сопутствует какими-то трудностями, да, бессонницами, там, я не знаю, если мать кормит грудью, там, грудь набухает, не очень приятные ощущения, боли после родов на восстановление, да, это тоже трансформация. То есть нельзя оценивать трансформацию как хорошую или плохую. Вопрос заключается в самом слове трансформации, приобретении, да, новой формы, переход от одного этапа к другому. И здесь сам процесс важен, а не столько то, когда мы переходим из одной формы в другую. Почему? Потому что, будучи даже уже в новой форме, у нас все равно будет происходить процесс видоизменения, потому что такова жизнь и это движение. И я это вступление сделала для того, что, не знаю, может быть, кому-то даже и облегчить это понимание, что трансформация — это, ну, как-то расслабиться и понять, что это образ жизни, да, нравится нам это или нет. Мы все находимся каждый день в каких-то трансформациях, маленьких либо больших, сон и пробуждение. Это тоже трансформация. Идем спать, в кавычках, умираем, да, переходим из одного состояния в другое. Утром просыпаемся, пробуждаемся, рождаемся — это уже другое состояние. Поэтому, когда мы говорим о том, что трансформация затянулась, скорее всего, какие-то эмоциональные процессы, которые происходят у вас, да, они вам не совсем комфортны, и здесь нужно уже разбираться, да, а что именно происходит, почему затянулось и что именно затянулось. Вот такое вот у нас было вступление. Сегодня я буду делать расклад только на тару темного света. У нас будет три позиции. Что ж такое? Красный камешек всегда последний выпадает. Хорошо. Первая позиция — зеленая, вторая позиция — голубенькая, третья позиция — красная. Зеленый, голубой, красный — первая, вторая, третья. Я подвину так сюда вперед. Пока вы будете выбирать позиции, я перетасую колоду. Как будет выстраиваться расклад? Мы с вами рассмотрим только четыре из сфер. То есть, ну, в принципе, их можно рассматривать много. Я имею в виду сфер, да, либо каких-то конкретных вопросов. Мы рассмотрим финансовую, личную, профессиональную и немножко затронем здоровье. Я не буду рассматривать, да, но одной картой просто посмотрю. Что мы будем смотреть? Как вы вошли в трансформацию в этой сфере, ну, в каждой из тех сфер, которые я озвучила? Сейчас что происходит, да, и что вы получите по выходу, да, какие изменения себя после трансформации? Таким образом, вы сможете отметить для себя, на каком этапе вы находитесь. То есть, только входите в трансформацию, уже давно в трансформацию, а может быть, уже вышли и завершили. Да, вот такой, я не знаю, мини-диагноз или как он там называется. Называйте его как хотите, на ваше усмотрение. Итак, я надеюсь, вы определились с позициями. Эти две мы отодвигаем, и мы приступаем. Позиция номер один, зелененький камешек, и первая сфера у нас финансы. Да, с чем, что было до трансформации, да? Что было до трансформации у вас, значит, я только буду так отмечать, чтобы я помнила финансы, да? У вас были какие-то планы на будущее, были некие амбиции, желание двигаться, желание получить. Вы были достаточно позитивно настроены в своей финансовой сфере, и это вас подтолкнуло. Да, знаете, как-то желание раскрыть свои какие-то, может быть, способности, а может быть, зарабатывать на этом. Возможно, здесь, как вариант, долгое время у вас не получас, то есть вы не видели плоды, плодов своих трудов, то есть финансы не видели, возможно, много вкладывались, да? Трудились над чем-то, а результата так и не получили. И в какой-то момент вы встали перед, даже не то что выбором, а здесь было такое, знаете, вот ощущение, а нужно ли мне дальше продолжать? То есть я не могу понять, что происходит у меня с деньгами, то ли, знаете, это вот как в картинках, да, есть в соцсетях мужчина, который копает и в полшаге от своих алмазов, да, разворачивается и уходит, а другой продолжает работать. И у вас было вот это вот ощущение, а нужно ли мне продолжать копать, да, то есть продолжать вкладываться финансово во что-то, да, либо трудиться как-то над своими финансами в том направлении, в котором вы трудились. Почему? Потому что вы вложили очень много своих сил, может быть, времени, да, может быть, каких-то идей. Что-то вы делали достаточно долгое время, но результата не получили. У вас возникло ожидание. Что мне делать? Бросить, оставить, да, либо мне еще чуть-чуть подождать, и что-то потом начнет меняться. И это послужило тому, что вы вошли в эту трансформацию, да, либо вы захотели что-то, то есть вот это вот вклад. Во что вы вкладывались, да, вы приняли какое-то, знаете, решение достаточно такое серьезное. И здесь было, знаете, либо мысли были о том, чтобы как-то обновить это свое вложение, да, либо пойти в новое. То есть здесь было принято решение достаточно серьезное. Да, оно касалось как раз-таки расширения каких-то ваших способностей, да, вот именно показать, показать эти способности, выйти из какой-то вот стабильности, да. И вы встали перед выбором. Хорошо. Таким образом вы вошли вот в финансовой сфере в свою трансформацию. Что сейчас по финансам? И вот сейчас вы как раз-таки находитесь перед выбором. С чем связан ваш выбор? Он как-то связан с вашим прошлым. С чем именно? С тем, чтобы... Знаете, вот именно насколько, возможно, вы думаете, насколько вы правильно совершили то действие, насколько вы правильно сделали выбор, насколько вы сумели все просчитать, да. То есть здесь почему-то идет ощущение того, что идут какие-то сомнения. С чем связаны эти сомнения? Вот здесь ваша неуверенность, да, проскальзывает. Неуверенность. Вот нету, знаете, может быть, нету каких-то результатов, вы не получаете. Может быть, уже устали, нету какой-то легкости. Может быть, нету поддержки в этом. Что, с чем еще связаны сомнения? Ну вот здесь вот ощущение того, что, знаете, не хватает какого-то наполнения эмоционального. То ли уже все мысли, вот как-то вот это вдохновение, оно уже как будто бы испарилось. И, ну, вы уже вроде бы здесь не то чтобы устали, а здесь как будто бы вы уже и не очень-то верите, как бы перестали верить в этот продукт. Да, вы столкнулись, вошли сейчас в какой-то тупик. Да, не знаете, как вам дальше двигаться в своем развитии. С чем связан ваш тупик? Ну вот он как-то, знаете, нет у вас удовольствия, да? Вы уже не получаете удовольствия, нету наполненности. А почему? Куда вы эту энергию свою сливаете? Ну, знаете, здесь какие-то у вас страхи. Страхи, связанные... Да, кстати, когда мы говорили о трансформациях, забыли упомянуть суд, высший суд. И вот здесь вот как-то... Здесь ощущение того, что вот ваши финансы, они связаны каким-то образом с вашей семьей. Да, с вашей семьей. Это как-то вот ваша опора. Неважно, либо родительская, либо та, в которой вы... Которая ваша, которую вы создали. Вот здесь как будто бы идут какие-то страхи от того, что либо вы ушли, да, расстались как-то, может быть, со своим партнером. Ну, здесь произошел, может быть, разрыв, развод. И вот эти вот... Ну, здесь семейности. Здесь не просто какие-то отношения были, а здесь именно семейные, ну, по крайней мере, стабильное проживание было с партнером. И вот здесь вот какие-то эмоции у нас начали всплывать, да? Всплывать и страхи о том, что либо по поводу семьи, да? Либо, наоборот, долгое время как-то не получается создать свою семью. Но здесь вот страхи и переживания по этому поводу. Да, какая-то вот агрессивность, что ли? Планы, 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 планы. Очень много думаете, да? Я не вижу, чтобы сейчас вы находились в каком-то этапе именно развития своего финансового потока. Здесь вот как-то влияние вот этой вот семьи, здесь переживания. Переживания очень сильные. С чем еще здесь связаны страхи? Ну, страхи связаны с любовью, да? Либо с женщиной смотрят, либо с каким-то мужчиной, да? Здесь ощущение, вот, может быть, расставания какого-то было. Да, если смотрят мужчины, то здесь именно страхи касательно ваших желаний, да? То ли... Я не могу сказать, что ваши ожидания, они как-то не оправдались. Нет, здесь не про это. Здесь ощущение того, что вы сдулись, да? Но не хватило запала, и как-то здесь не получается. Хорошо, это сейчас. К чему вы должны прийти? К чему вы должны прийти в финансах, да, после своей трансформации? Вы должны прийти к стабильности, да? Вы должны как раз-таки прийти к тому, что ваш поток финансовый, он будет постоянный. Не будет вот этих вот качелей, да? Что вы как... Вы должны прийти к уравновешиванию своих финансов. Здесь вот ваша незрелость, да? А здесь, скорее всего, даже не то, что незрелость, а неумение управлять деньгами, да? Вот как-то какой-то вот более, ну, незрелый детский подход, как-то эмоциональный, да? Возможно, вы тратите деньги эмоционально, либо они у вас как-то цикличные. Но здесь вот именно влияние эмоций очень ярко проявлено, да? Либо вы сомневаетесь, либо вы тратите очень много денег на, допустим, на детей, да? И вам на ваши какие-то нужды, потребности не хватает. Да, вот здесь вот идет периодически какая-то вот борьба, да? Да, с волнениями, с переживаниями. Здесь вот на ваши деньги, на ваш финансовый поток влияет ваше эмоциональное состояние. И задача... Да, эрафант. И задача здесь как раз-таки в этом и заключается, да? Чтобы как-то разложить себя по полочкам и понять, что же значит для вас финансы, каким образом они к вам приходят. То есть здесь вам нужно провести параллель, да, между финансами и между семьей. Вот здесь вот как-то вот прямая вот эта связь. Если нету семьи, да, то, возможно, очень много энергии сливаете на то, чтобы создать ту семью, которую вы хотите. И как аллегория, да, здесь финансы ваши тоже сливаются. Так, это то, что касалось финансов. Так, давайте я снова в колоду положу. Давайте мы с вами сейчас посмотрим личную жизнь. Личную жизнь. Что у вас там, какие трансформации. С чем вы входили в личную жизнь, да, с какими трансформациями. Вот здесь вот как раз-таки выпадает кубковый король, да. То есть с чувством, с желанием любви. Причем любви не просто отношения, а именно построение семьи. Так, и что здесь произошло? Смерть у нас произошла. Разрушение. То есть ваши отношения, да, как-то здесь не сложились, не сложились. Да, видимо, были какие-то внешние факторы, да, третьи, которые повлияли на разрушение. Ваших планов, либо и отношения, да. Но здесь может быть даже и официальные отношения, и они были разрушены. Либо в вашу жизнь появился, ну, если вы женщина, еще один мужчина. Да, и вот с ним, ну, вот здесь вот как-то это было связано, да, луна страхи и все. То есть ситуация завернулась таким образом, да, что либо произошел разрыв, либо какое-то вот вмешательство, и вы начали всю свою энергию сливать сюда. То есть стали об этом думать, стали переживать. Здесь сразу всплыли страхи. Что сейчас у вас в личной жизни? И поэтому вы вошли в трансформацию. Что сейчас? Сейчас одиночество. Сейчас одиночество, сейчас как-то внутренний ребенок очень переживает, плачет. Не хватает теплоты, не хватает любви, не хватает внимания. Занимаемся самоанализом, осознаем. Знаете, как-то вот уединились. Уединились для того, чтобы подумать, куда вы дальше двинетесь, да. Знаете, я здесь не могу сказать, что вы как будто бы закрылись, нет. Но вы стали опираться больше на свою логику. То есть вы держите уже какую-то дистанцию. От кого вы держите дистанцию? Либо от партнеров более младше вас, да, как-то, ну, более незрелых. Если это не биологический возраст, то незрелых. Либо вы держите дистанцию от того, чтобы не впускать никого в свою жизнь, потому что вы еще не уверены, да. То есть вы еще здесь этот урок, эту трансформацию не прошли. Вы очень много анализируете, да. Причем, знаете, здесь такое ощущение, что у вас идет достаточно глубокая такая переоценка ценностей. Даже не в понимание того, где вы что-то накосячили. Здесь не про это, а здесь про то, что вы хотите. Здесь идут очень глубокие понимания касательно того, что значит брак, да. Вот именно вот это понимание институт семьи. Если он, вот здесь очень такие высоконравственные идут изменения внутри вас. К примеру, если раньше вы создавали отношения незрелые, ну, так, для удовольствия, для развлечения. Пускай даже где-то с надеждой, что они, может быть, каким-то образом перерастут в семейные, да, либо в стабильные. Но при этом, если быть максимально откровенной и честной собой, то вы понимали, что они ни к чему хорошему не приведут. То есть сейчас вы задумались, да, о чем-то таком достаточно серьезном. Как-то вспомнили свои традиции, вспомнили, возможно, свои корни. Здесь вот идет очень-очень глубокое углубление, глубокое углубление именно, знаете, в какие-то вот свои, может быть, родовые программы кто-то работает, да, над своими страхами. Может быть, кто-то прорабатывает, опять-таки, если вы женщина, свои женские какие-то сценарии родовые. Если мужчина, то, наоборот, взаимодействие с мамой. Здесь вот очень так глубоко вы стали копать. То есть такое ощущение, что вот эта вот ситуация, да, она действительно запустила в вас вот этот вот процесс пересмотрения, да, пересмотрения своей жизни. А почему вы жили так, да, почему вы совершали именно такие, то есть здесь даже не то, что вопрос обиды, да, на партнера, там, и надо что-то себе копать. Нет, это вторично, первично для вас вы, именно вы как персонали, а вы как человек, который хочет познать именно свои, вот вы очень глубоко копнули прям. Да, для того, чтобы, знаете, переродиться. Здесь ощущение того, что многие даже прорабатывали свой какой-то род, либо какую-то женскую вот эту вот свою родовую линию. И для того, чтобы прям вот, знаете, создать настоящую полноценную семью. То есть у вас как будто бы сейчас появилось желание. То есть если у вас до этого была семья, она была, ну, как бы неосознанно, да, то есть это вы не пришли. Там, может быть, играли чувства, может быть, эмоции, может быть, страсть, да. Но не было вот этого, знаете, разумного такого подхода. Здесь, я вижу, происходит сейчас именно разумность. И вы либо вот сейчас вот в этом этапе, да, приходите, либо кто-то уже пришел, а кто-то придет к тому, что пониманию именно как будто бы взгляд на семью под другим углом. Что значит семья, да, что значит вот это вот единство, когда один за всех, все за одного. Вот эти вот очень глубокие понимания. Вот здесь вы как будто бы пересмотрели, еще раз скажу, понимание семьи. А если либо вы уже находитесь, да, в семье, и вот как-то вот по-новому стали смотреть на своего партнера. Если у вас нету семьи, и вы хотите, то есть вы находитесь в этом желании, да, здесь вот прям понимание, что есть семья. А если даже возраст не позволяет, допустим, я не знаю, кто как смотрит, да, создать свою семью, хотя я сомневаюсь в этом, то вот именно ваша родительская семья, что она дала, здесь вот под разным углом рассматривается понимание семьи. К чему вы придете по завершению вот трансформации этой? Вы знаете, вы увидите свои хитрости, да, и свой обман именно в тех разочарованиях построения отношений, которые у вас были, когда вам казалось, что вот я вкладываю, складываюсь, а я ничего по факту не получаю. И вот эти вот огорчения, здесь бы были вот эти хитрости. Вы придете к пониманию того, что то, что вы строили, вы по факту, может быть, персонажи были разные, а строили вы одним и тем же образом, да, то есть вы не шли в новое, вы не шли в каждое новое отношение с человеком по-новому. У вас была как будто бы одна модель, и вы знали, что уже изначально, что не приведет это ни к чему хорошему, не потому что у вас была интуиция развита, и вы это чувствовали, а потому что вы в голове своей понимали, что здесь есть обман. Я, как это сказать, не вхожу, знаете, вот с чистыми намерениями в эти отношения, а я вхожу с какой-то хитростью, да, изначально я уже хочу получить выгоду, то есть нет чистоты вот этого желания познать человека, узнать, как, ну, то есть намерения, они, больше акцент был на выгоду, либо, если это не выгода, да, то просто я войду в отношения, я не готова вкладываться, я не хочу, я просто буду, да, то есть вот здесь вот именно бездействие, да, я ничего не буду делать, ну, будем общаться, будем общаться, то есть нет, вот все поверхностно, понимаете, не было вот этой глубины, не было единения с партнером, и вы выйдете после трансформации именно к пониманию вот этого формата, что в новое нужно идти с новым мышлением, да, что-то по-новому делать, не входить с чувством вины, да, там меня обидели здесь, я хочу вот эту дырку закрыть тобой, там меня бросили здесь, я хочу вот эту свою дырку, вот эту свою дырку, одиночество закрыть тобой, нет, вот это вот, вот обман, самообман, да, он должен, он должен закончиться, он должен закончиться, что еще, да, вы уже по окончанию трансформации, смотрите сами, на каком этапе вы находитесь, да, вы начнете ценить себя, вы уже будете входить в отношения именно с пониманием, что такое отношения и для чего они нужны, да, видеть уже ценность в них, вам уже будет хотеться выстраивать отношения, такие, знаете, стабильные, прочные, комфортные, пускай они будут немножко скучноватые, но вот уже быт он для вас не будет, как раньше, вот, как бы так сказать, да, вот прям басни Крылова, да, попрыгунья стрекоза, да, вот вы уже не будете этой попрыгунью стрекозой, а вам уже не чуждо будет быть и муравьем, да, то есть вы уже будете понимать и ценить, что вот я вкладываю, я что-то делаю, да, не будет вот этой, как бы так сказать, романтики, что ли, но при этом будет фундамент, да, то есть человек, с которым, ну, хочется двигать, вы будете понимать, что вас не разведут, вас не кинут, да, вас не обманут, то есть здесь уже будут, ну, другие ценности, и в первую очередь это будет цена себя, да, вы сможете радоваться, но уже радоваться по-другому, не наигранно улыбаться, потому что вам выгодно, да, а именно радоваться, потому что ваше сердце этого хочет, да, потому что вам хочется этого праздника, веселья, счастья здесь, вы это все поймете, да, вы поймете, потому что вы научитесь ценить себя, вот это вот, мне кажется, самая такая большая трансформация, не то, что большая, а она связана, видите, мы начали с денег, и нас как раз-таки привело к тому, что основа-то все-таки в межличностных отношениях, да, то есть оттуда идет, профессиональная ваша сфера, с чем вы вошли, да, что было до трансформации в профессию вас, вы знаете, здесь были страхи, страхи по поводу того, что вы боялись реализовать, ладно, скажу это слово предназначение, вы как будто бы боялись реализовать свой зов души, да, вы прекрасно четко знали, что вы хотели, но ничего не делали для этого, да, в чем была причина, почему вы бездействовали, ну, то есть не занимались тем делом, которым хотели, потому что вам не хватало знаний, вам не хватало информации, вы были не уверены, вы не знали, как это сделать, было очень много вопросов, да, как я пойду в это новое, как я это новое буду реализовывать, эти планы, получится ли, даже здесь, знаете, не то, что здесь не было сомнений, а здесь очень много вопросов по реализации того, что вы хотели, то есть как это можно реализовать, например, в моей профессии, да, как можно создать канал, кто мне поможет в этом, да, как он вообще работает, да, какие расклады, вот такие, какие-то, знаете, более технические вопросы, то есть здесь не хватало информации, либо для кого-то не хватало каких-то знаний, да, переживали очень сильно, и все вам виделось прям вот в темных тонах, что тяжело, 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 не потяну, не потяну сам, сама эти трудности, вот, не могу договариваться, не чувствую себя конкурентоспособным человеком, ну, то есть здесь очень-очень много было вопросов, да, прям, которые нужно было преодолеть, и они, в принципе, в большей степени касались вас, да, то есть был какой-то вот импульс, был какой-то позыв внутренний, вот, и вам хотелось пойти за ним, но вот какие-то трудности вас останавливали, да, больше с непониманием, непроясненными какими-то моментами от незнания, я бы так сказала. С этим вы вошли в трансформацию. Дальше сейчас, где вы находитесь, здесь сейчас вы, прекрасно, да, прекрасно, десятка кубков говорит нам о наполненности, да, вы получаете удовольствие, и сразу девятка, восьмерка монет, восьмерка пентаклей, да, вы трудитесь, сейчас вы очень много трудитесь и получаете удовольствие от этого, да, то есть здесь вот с финансами мы смотрели, что у вас пока еще не очень-то хорошо, но удовольствие вы получаете по полной, то есть ваши кубки наполнены, вам это нравится, то, чем вы занимаетесь, день за днем, да, вы цените себя, вас и клиенты к вам относятся с уважением, если вы работаете с клиентской базой, да, но в любом случае сами вы от своего процесса получаете наслаждение, то есть здесь ощущение того, что все-таки где-то как-то вы решились, пошли по зову, да, именно вы занимаетесь любимым делом, вы не занимаетесь чем попало, да, а именно то, что, то, что вам нравится, это приносит вам удовольствие, да, и вы знаете, здесь такое ощущение, что как будто бы открывается денежный канал, да, потому что выпали три пентаклевые карты, да, паш пентакли, королева пентакли и восьмерка пентакли, я могу сказать, что здесь не просто процветание идет, да, и это еще не пик, но вы уже где-то, ну, близки, даже чуть больше половины пути вы уже прошли, да, то есть если вы видите результаты, хорошие результаты, то умножьте их на двое в формате именно удовольствие, признание, да, вот именно вы уже, ну, вот вас уже узнают, да, вы уже имеете некий такой статус, здесь очень хорошо, очень хорошо, вы получаете вот прям комфорт, удобство, ну, вам, вам нравится, вы как будто бы, знаете, уже дошли до такого этапа, как рыба в воде, то есть вам все известно, вам все понятно, и вы уже и получаете удовольствие от этого. Хорошо, как с чем вы выйдете из трансформации профессиональной, вот этой, ну, вы будете получать уже первые результаты, кто-то, может быть, начнет, да, либо обучаться, как-то вот повышать свою квалификацию еще больше, да, либо кто-то уже перейдет в наставничество, если вам позволяет ваша профессия, либо перейдет уже в обучение, передавание опыта, здесь уже, знаете, ну, вот вы становитесь мастером, на днях я сделаю расклад, да, как раз, опять-таки, по поводу того, какой вы мастер, вот здесь вот вы выйдете мастером, потому что Ярофант, это человек знающий, это человек ведущий, да, здесь вы и прям, ну, очень хорошо, очень хорошо, и шестерка пендапли, и императрица выпадает, то есть вы выйдете из этой трансформации прекрасным профессионалом, да, который умеет взаимодействовать с людьми, не забывайте, что здесь у нас вначале была пятерка жезла, говорящая о том, что я не считаю себя конкурентоспособным, я не могу разговаривать, взаимодействуя с людьми, не могу продавать, но в конечном итоге вот здесь вот ощущение того, что люди сами к вам будут приходить за вашими услугами, и все будет прям, знаете, развиваться, ну, по крайней мере, профессионально здесь, ну, очень, вы, вы будете, вы получите то заслуженное свое призвание, признание к которому, призвание, оговорочка по Фрейду, да, видимо, вы нашли свое дело, здесь вот профессионально очень-очень хорошо, хорошо, и последний вопрос о здоровье, что было до трансформации, да, хорошо у вас было со здоровьем, все у вас хорошо, так, выйдите вы из трансформации, так, немножечко стресса у вас будут, да, но все будет хорошо, то есть нормально у вас было со здоровьем, и сейчас, и вошли вы в трансформацию с нормальным, хорошим здоровьем, и сейчас, ну, может быть, иногда вы опухаете, да, может быть, что-то иногда как-то связано с кровью, либо с лимфой, но это нормально, ну, то есть, бывают какие-то такие сбои, выйдите вы завершением как раз-таки вот этих вот стрессов, да, может быть, эти стрессы мы говорили в самом начале по финансам, то есть, из всех сфер финансовая, это та, за которую вы немножко переживаете, но она связана напрямую с личной, профессионально у вас хорошо идет, и со здоровьем у вас все хорошо будет, я не вижу, чтобы были какие-то, вот, знаете, ну, проблемы, болезни, нет, хорошо, хорошо, то есть, ну, естественность, немножко переживание, стресс, у кого-то там давление может подняться, да, это нормально, то есть здесь нет каких-то, ну, проблем, я, по крайней мере, не вижу, вот такая вот у нас была с вами, ого-го, как много, первая позиция, и это был зелененький камешек, а мы с вами переходим к позиции номер два и голубому камешку, так, первая сфера, которую мы рассмотрим с вами, это финансы, было паспу, она начинала записывать расклад, и уже вышло солнышко, и так, с чем вошли, скорее всего, что было до, что сейчас, и с чем выйдете, вот так сделаю, чтобы удобно, и так, что было до, мы рассматриваем финансовые, да, составляющие, ну, двойка кубков говорит о том, что до трансформации все было хорошо, да, достаточно гармонично, но потом произошла башня, то есть что-то неожиданное, что это было, может быть, знаете, какое-то известие, да, неожиданное, вы стали переживать, знаете, здесь была какая-то хитрость, да, здесь ощущение того, что какая-то подлость произошла в ваш адрес, да, вы узнали какой-то новость и стали переживать, с чем была связана эта хитрость, именно с финансами, кто-то, знаете, может быть, вам должен был, если мы говорим о большой сумме денег, кто-то должен был дать вам большую сумму денег, вернуть, да, вам долг, и не дал, не дал, не вернул, здесь вот как-то, причем о большой, очень крупной большой сумме, мы говорим, либо, если мы говорим о заработке, там произошла какая-то ситуация, и то ли вам нужно было остаться, как будто бы, знаете, при своих, ну, чтобы не растратить, то ли вам должны были что-то пообещали дать и не дали, какие-то, вот, может быть, бонусы, да, может быть, как-то за прошлое, ну, вам должны были денег, и вам их не дали, но здесь произошел какой-то крупный обман, да, то есть вас как-то кинули, очень-очень хорошо, либо если такого не было, то что-то случилось, и вы здесь потеряли деньги, то есть вас задача была сохранить, здесь даже, может быть, и работу сохранить, да, здесь как-то было, какой-то свой доход надо было сохранить, в общем, ситуация была такова, что очень важно было, либо здесь был какой-то обман, еще раз скажу, либо здесь вы, была вероятность, ну, что вы потеряете работу, да, то есть здесь как-то вот именно с заработком, может быть, вам предложили какую-то новую работу, да, и вы со старой ушли, и новую, ну, не сложилось, да, то есть здесь дьявол очень хорошо над вами усмехнулся, либо было, знаете, вот как-то работали, может быть, с клиентом, здесь много вариантов, и работали с клиентом, и здесь какое-то, вы знаете, вот недопонимание, да, то есть надо было товар куда-то передать, а вы передали в другое место, вот, и пока, значит, этот товар пришел, то ли он был уже бракованный, то ли что-то, ну, в общем, здесь какие-то недоговоренности были, здесь еще вариант финансов в ситуации, что как-то вышестоящие органы стали вмешаться, может быть, вы потеряли работу, в прошлом это как-то, может быть, повлияло с карантином, это было связано, но здесь очень много ситуаций, да, несколько из них я вот описала, да, и факт заключается в том, что вы остались без денег, либо вам нужно было сохранить как-то, ну, стали выживать на то, что имеете, что сейчас, сейчас ситуация поменялась, колесо фортуны, в какую сторону, ну, появились уже какие-то надежды, связанные с чем, ну, вот, видимо, с работой, да, как-то вот вы ушли от каких-то перемен, ну, что-то произошло, и вы сейчас находитесь в раздумьях, как вам дальше поступить, да, как вот эти вот перемены повлияют на вас, ну, здесь вот медленные, медленные перемены, небыстрые, да, как они повлияют на на ваше дальнейшее движение, может быть, кто-то здесь нашел себе какого-то помощника, наставника, может быть, кто-то здесь как-то с адвокатом тоже работает, ну, я имею в виду через суд, ну, здесь однозначно ситуация должна измениться в лучшую сторону, выпадает король пендаклей, но это будет не быстро, это будет очень медленно, будете сильно бояться, что не сложится, но здесь ситуация должна измениться в лучшую сторону, хорошо, с чем выйдете из трансформации, ну, переполненные, переполненные страхами, очень переживать будете, вы будете переживать здесь также еще, знаете, за свою семью, что все вот как будто бы уже завершено, я не знаю, может быть, здесь, ну, здесь какие-то вот перемены, может быть, кому-то придется, допустим, поехать на расстоянии работы, да, оставить семью позади, здесь очень сильные страхи, связанные с выбором, опять с выбором, да, что вам нужно будет выбрать, пойти в новое, пойти в новое, не бояться идти в новое, вот вас ведут, вас ведут высшие силы, причем новое, абсолютно новое, здесь вот такое вот ощущение, что кому-то придет предложение работать за границей, либо работать в другом городе, либо работать на расстоянии, либо работать через интернет, ну, вот здесь вот какое-то завершение, понимаете, две десятки выпадают, завершающие этапы, этапы переживания, этапы страдания, и нужно будет двинуться дальше, вот правильное решение будет двинуться дальше, ну, вот вам будет страшно, а почему вы будете переживать по поводу того, что, ну, не смогу, а вдруг я на новом месте, да, либо там, куда я что-то должна сделать, я не буду получать удовольствие, да, как вариант, либо как вариант будут, будет ощущение какой-то, знаете, вот тревожности, да, чувство вины, ну, вот по поводу того, что вы не действуете, вы хотите стабильности, понимаете, вы хотите как-то спокойно, тихо, чтобы все было понятно, известно, а здесь вас трансформация трансформация толкает к чему-то новому, к чему, что это за новое в финансах, в развитии, что вам нужно развиваться, двигаться дальше, понимаете, то есть вам нужно уйти от десятки кубков и прийти к королеве кубков, то есть человек, который умеет здесь управлять, знаете, вот этими своими способностями, да, своими чувствами, состояниями, на которые приходят, да, то есть достичь, ну, условно говоря, если не короля, самого пикового, то очень приближенного к нему состояния удовольствия, раскрытия, то есть вас здесь ведут финансы таким образом, чтобы вы раскрыли, раскрыли свои способности, да, раскрыли как-то свои способности, то есть здесь ощущение того, что вот эта вот вся ситуация, да, которая с вами произошла, она была не случайна, да, она станет тем самым волшебным пинком, который двигает вас в том направлении, в котором вы должны, то есть здесь ощущение того, что вот если бы не было с финансами вот этой вот ситуации, вы бы никогда не двинулись туда, куда вы должны пойти, здесь очень интересно, такое, знаете, вот ощущение, что вас ведут куда-то, но вы почему-то не то, что не видите, что вас ведут, а вы как-то вот сфокусированы на совсем другом, здесь ощущение того, что вы начинаете с какой-то мелочи, а приходите к какой-то глобальности, да, да, то есть сфера влияния будет не только связана с финансами, а как-то вот она еще больше охват займет, да, и на другие, возможно, сферы. Хорошо, в личной жизни, что было, что сейчас, и что будет, что было до трансформации, ну, здесь был король мечей, в первой позиции был кубковый король, здесь у нас король мечей. Что, о чем здесь говорит король мечей? король мечей нам говорит здесь о каких-то стабильных отношениях, да, вкладывались, работали, шаг за шагом двигались, возможно, именно кто хотел, прямо вот построение стабильных отношений, серьезных отношений, но почему-то здесь ничего этого не случилось с королем мечей, а что именно? Ну, то есть здесь какая-то вот остановка, и ничего как будто бы не развивалось, да, не пришли, то есть вроде бы шли-шли с этим королем мечей, да, к семье, ну, может быть, к стабильности, по крайней мере, но не пришли, не получилось, хорошо, не получилось, семья, не получились стабильные отношения, и что, и сейчас, а сейчас, к чему это привело, сейчас, сейчас вы строите какие-то планы, вы нацелены уже на то, чтобы выйти из своего состояния апатического, не энергичного, да, то есть когда нересурсного, вот вы уже выходите из этого состояния, я так понимаю, что здесь вы прошел, случился какое-то, может быть, расставание, может быть, что-то, даже если это не расставание, но в любом случае нам не показывает, что вот вы здесь как-то горюете, либо переживаете, может быть, вы уже этот этап прошли, ну, то есть мы перескочили, но здесь, по крайней мере, у человека появилось, человек принял решение двигаться дальше, выходить из своего застойного состояния, когда его ничего не радует, человек сконцентрировался на своих желаниях, ну, вообще супер, я не знаю, что у вас здесь было, было ли расставание, либо, может быть, вы продолжаете быть в семье, но уже как-то вот самостоятельно, я не вижу здесь связи, я не вижу здесь, а есть ли связь с этим человеком, да, здесь ощущение может быть такого, знаете, вот когда зависла, зависла ситуация, да, вроде бы как-то, может быть, чувства-то есть, в принципе, неплохая пара, да, король мечей и королева педатли, воздух и земля, это вру, вру, нагло вру, наоборот, я с огнем, видите, перепутала, воздух и земля, это наоборот, противоборствующие стихии, и здесь, вот, может быть, даже, да, и конкуренция какая-то, ну, друг друга они не понимали, может быть, какая-то конкуренция была между вами, но здесь вопрос заключается в том, что ситуация подвисла касательно того, как дальше развивать отношения, здесь выбор выпадает, да, по поводу официальности, то есть я не могу сказать, что здесь был разрыв, да, здесь может быть какая-то вот даже пауза, может быть, зависшая ситуация, то есть ощущение того, что как-то, ну, махнули на нее рукой, и все, ну, то есть, точку, по крайней мере, не поставили вы, да, ну, то есть не развиваются эти отношения, а сейчас вы заняты больше своими желаниями, да, то есть вы сфокусировались, убрали свой фокус внимания от отношений, вот именно от того, что было в прошлом с этим человеком, и сфокусировались больше на своих собственных желаниях, да, на то, чтобы закрыть какие-то свои потребности внутренние, как-то сбросить лишний тягостный груз, да, вот эти вот как-то эмоциональных переживаний, и выйти из, знаете, здесь такое ощущение, что вот выйти из подвисшего какого-то вот этого состояния, да, и идти уже либо к поиску новых отношений, новой любви, но здесь у вас вот в приоритете появилась любовь, то есть, возможно, раньше были какие-то другие ценности, да, но здесь вот у вас появилось желание такое, знаете, вот взаимности, да, взаимных каких-то чувств, пускай это даже будет, может быть, и не любовь, но здесь вот какие-то вот взаимные чувства, да, то есть сбросить себя вот этот вот груз того, что вот я переживаю, что я нахожусь в каких-то ожиданиях, что я где-то лишаю себя чего-то, да, как-то жертвы во имя непонятно чего, ну, то есть здесь вы акцент держите уже больше на себя, то есть вы уже слушаете себя, вот как будто бы, знаете, вот окреплен, ну, ладно, придет, придет, тогда буду разбираться, а пока вот я на себе сделаю акцент. Хорошо, и к чему вы придете в конечном итоге вот этой вот трансформации, здесь скорее всего ощущение того, что вы трансформировали себя как личность, то есть возможно здесь вы растворялись в своем партнере, и вы это должны были понять, что вам нужно стать, ну, немножко себя поставить на первое место, вот, и определиться с собой, и к чему вы выйдете из трансформации. Знаете, здесь вы примете решение, я говорю, уже сейчас есть это, пойти в абсолютно новое, абсолютно новое, то есть перестать что-то ждать, перестать как-то быть вот этим вот неуверенным мальцом, мальцом и двинуться именно по-взрослому в новое. По-взрослому я имею в виду, ну, то есть с пониманием того, что я хочу, то есть вы захотите как-то реализовать свои собственные желания, какие-то собственные идеи. вы захотите быть победителем, то есть если вы примете решение, что вам нужны отношения, которые вас будут наполнять, прям сто процентов, да, вы к этим отношениям придем. Я не говорю, может быть, здесь еще кто-то интересуется и серьезными, ну, то есть свадьбой, браком, стабильными отношениями, но как минимум эти отношения, они должны вас наполнять, и вы будете победителем, да, то есть вот это вот понимание, да, что уже я выбираю, уже я управляю, и я из королевы кубков превращаюсь в королеву мечей, да, которая позволяет быть собой, то есть я уже, меня уже не обманешь, я уже не ношу розовые очки, я уже четко понимаю, что я хочу, как я хочу, да, то есть здесь вот как будто бы какой-то этап взросления идет, да, то есть вам вот этот вот мечовый король был дан для того, чтобы вы вот этот вот путь весь прошли, укрепились, да, здесь как будто бы окрепли, он вас закалил. Какой урок вы здесь с ним проходили, я просто хочу посмотреть. Именно коммуникации и уверенности в себе, да, для того, чтобы вы стали вот такой вот независимой королевой, жезлов позитивный который радуется а не та которая переживает и отражает все состояния своего партнера то есть я же говорю здесь вот акцент больше на себя прекрасная прекрасная то есть вы ну а крепните здесь закалитесь прямо как-то классно здорово хорошо следующая сфера у нас профессиональная профессиональная я вам хочу поменять колоду возьмем театр кукол и вот профессиональную сферу посмотрим на этой колоде что было до трансформации профессиональной сфере что сейчас что с чем выйдете так профессиональной сфере до королева энергии жизнерадостность ну мне кажется здесь все хорошо было у вас профессиональной сфере в принципе вас все удовлетворяло да но при этом у вас были какие-то возможно ожидания о дальнейшем росте до принятие какого-то решения вот приняли ли вы решение это да вы получили какой-то даже результат здесь ощущение того что кто-то ожидал может быть повышение либо продвижение как-то по карьерной лестнице и вы это получили хорошо с чем вошли тогда в трансформацию мне интересно если все хорошо то есть чем вошли а здесь какие-то знаете может быть идеи у вас родились именно в профессиональной сфере то есть возможно вам нужно было какие-то свои идеи показать реализовать а то есть перемены были как будто бы нового порядка то есть к вам пришли какие-то идеи вы их захотели реализовать причем новые абсолютно новые идеи может быть даже кто-то должность поменял достал на ступеньку выше и конечно же это тоже является некой такой трансформации да почему потому что ну новые обязанности новые полномочия да может быть кто-то захотел здесь развивать свой бизнес как-то вот по-новому обновить здесь какое-то вот обновление было да то есть вы приняли какое-то решение и это решение она понесло за собой какие-то вот трансформации хорошо то есть здесь не не было чего-то такого негативного здесь скорее всего что-то новое что запустило эту трансформацию что сейчас но сейчас вы трудитесь сейчас вы трудитесь работаете да как-то вот увеличиваете усиливаете до свои труды может быть как-то входите с кем-то в партнерство здесь ощущение того что может быть кто-то из того что вы создали да как-то вот это вот все нужно было приумножить да и не вам ну вот здесь вот партнерство у меня проходит вам помогает какой-то человек да либо вы долго думали а нужно ли вам вступать какое-то партнерство или нет вот и тут вы вступили и теперь вы думаете о том как взаимодействовать с партнером ну чтобы это было взаимовыгодно даже не то что думаете а вы реализовываете это ну то есть вместе вы работаете над какой-то над каким-то одним проектом либо если еще нету партнера вы думаете да как на ну просчитывается насколько мне это выгодно будет хорошо а с чем вы выйдете из трансформации здесь знаете здесь все хорошо будет да здесь будет и забота то здесь будет материальный какой-то успех и и удовольствие от этого будете получать то есть здесь если вы думали о том что нужно вам партнерство или нет да сомневались карта то в конечном итоге ваше партнерство она даст вам тот вот тот успех который вы хотели то есть он будет и материальный и финансовый то есть то на что вы надеялись да в принципе вы это получаете и при понимании того что нужно работать над этим только здесь одно такое предостережение да что кануне заработайте потому что может быть скучно ну то есть прям если сильно 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 погрузитесь то вам может быть скучно не будет хватать каких-то эмоций понимаете здесь нужно научиться держать баланс не не уходить прям не быть трудоголика потому что есть ощущение того что иногда можете уходить прям с головой в работу я вижу хорошие здесь перспективы да то есть нету здесь чего-то такого вот прям знаете негативного давайте мы посмотрим здоровье да с чем вы входили трансформацию ну хорошо здесь может быть единственное если что у кого-то вот проблемы с сердцем да могут быть либо у кого-то могут быть какие-то вот ужоги знаете это было связано скорее всего с неприятием до каких-то моментов что-то вы не могли переварить это было связано как-то с работой до когда долго думали и может быть сомневались принимать вам партнера этого или нет те вот периоды у кого-то здесь может быть изжога ну может быть сердце иногда браклей но это это нормально это просто напали в контексте того что это ну психосоматика с играет это это этап это ну то есть это не какое-то там серьезное заболевание что сейчас сейчас могут быть срывы эмоциональные да потому что думаете очень много да ну то есть может быть как-то вот главные боли даму мог может быть здесь у кого-то по невнимательности какие-то порезы ну то есть задумалась вот имейте это ввиду а что касается того как вы выйдете из трансформации могут знаете обостриться какие-то вот ваши болезни на которые вы не обращали внимание но вы не знаете это какие-то вот хронические болезни либо какие-то дурные пагубные привычки например если вы много работаете трудоголик да а много думаете плохо спите поздно ложитесь спать вот это вот хроническое невысыпание ну то есть здесь привычки да вашу очень пагубно могут действовать на на вас но а так чтобы сказать какие-то заболевания чтобы были нет здесь больше обращайте внимание да на вообще на свою позицию подвижность да на свой эмоциональный фон старайтесь быть больше в позитиве такие знаете ну больше созидательные вот это вторая была у нас позиция мы с вами переходим к позиции номер три красненькому камешку и мы начинаем первая сфера она у нас была финансовая так финансы финансы с чем входили до что было до трансформация сейчас чем выходите так что было до по финансам здесь хорошо было здесь было развитие развитие а потом лоб и вдруг неожиданный тормоз и вдруг неожиданно ситуация подвисла так с чем это было связано но это какая-то знаете ситуация была связана с прошлом то есть это не новая какая-то ситуация когда вам пришлось погрузиться внутрь себя что-то пересмотреть то есть здесь к я бы сказал знать больше какой-то вот пересмотр то есть все было хорошо а потом какая-то остановка вот подвисла ситуация и вам пришлось что-то пересмотреть знаете способ именно непосредственно самого заработка насколько он вам нравится да то есть здесь может быть ощущение того что не то что вам профессия не понравилась как будто бы ну вы уже не получали удовольствие до от от самих денег что получали тогда какие-то знаете вот суета как-то старались удержать то что есть здесь вот это вот но были деньги потом коп их нету сразу и это ну как там ограничила что ли ваши возможности да там что-то покупать приобретать вы хотели старались удержать то что есть да и как-то вот никаких перемен не происходило с чем с прошлым и связано то есть немного понять что здесь за ситуация такая какой-то выбор выбор вы долгое время может быть тянули как-то надо было что-то сделать иначе а вы все никак не могли принять решение ну как-то вот волновались что ли переживали чем это была связана ситуация вот вам знаете вам надо было как-то двинуться дальше а вы не то чтобы испугались вы как-то ступили что я не я не знаю как это объяснить здесь такое состояние что ну вроде бы и надо и не надо и хорошо и как-то вот вот в этом состоянии в каком-то какой-то прокрастинации зависли причем вы сами не можете себе объяснить почему это произошло вот и как-то не двинулись дальше и потом были какие-то вот вот эти вот состояния непонятные а надо не надо и что-то вроде бы и как-то мне не нравится то чем я занимаюсь что ли либо как-то деньги как я получаю здесь как-то вот потом эмоции у вас включились хорошо не двинулись дальше понятно да денег не было как-то вот поток стал истощать и с этим вы вошли в трансформацию что сейчас но сейчас я тоже не могу сказать что вот вы прям получаете огромные деньги да есть какие-то деньги но папа жует очень маленький очень маленький поток и сейчас нужны какие-то перемены а то есть продолжаете быть вот в том состоянии да когда видимо не понимаете какие перемены вам нужны а что именно вам нужно изменить а здесь знаете здесь ощущение того что вас ведут здесь вас ведут здесь вы будете получать знаки если вы внимательны и чувствительны вы увидите куда вас ведут потому что вас ведут какое-то лучшее будущее и здесь мне кажется это связано именно с вашей профессии то есть не то что вы деньги получаете именно какого-то партнера там либо еще что то нет это ваши деньги здесь а пониманием скорее всего ощущение того что надо изменить отношение к деньгам вот здесь вот как будто бы радости не хватает вам да действительно здесь по башне нужно разрушить какие-то свои привычки да либо модели связанные именно с финансами здесь ощущение того что у вас очень еще какой-то вот отток идет в сторону семьи может быть родственников даже да как будто бы вы отдавали им деньги а это было неправильно и вот вам взяли и перекрыли этот поток чтобы вы поняли что не туда не туда вы сливаете деньги как-то вот такое ощущение да здесь дьявол здесь вам вот дьявол и как раз таки и башня вам надо поменять своем отношении к деньгам модель модель то как то что вы думаете о деньгах да то как вы взаимодействуете здесь какие-то ваши убеждения есть не совсем правильные здесь вот почему-то как-то это влияет на семью вот это вот должно уйти здесь прям великие арканы говорящие вот именно прям трансформация трансформация башня смерть должно отмереть вы должны знаете вот так как-то а оставить позади свои хитрости вы не хотите идти в новое вот вы не хотите идти в новое как-то вот по-новому и не знаю то ли развиваться то ли получать но вот новый поток какой-то денег да а почему почему здесь как-то справедливость выходит почему надо завершить здесь как-то знаете надо совершить какие-то переживания то ли по поводу вашей матери то ли какой-то женщины здесь ощущение того что какая-то женская фигура которая вас воспитывала она была для вас авторитета но это не обязательно мама может быть бабушка тетя неважно кто сестра вот она дала вам посмотрите ее убеждения по поводу финансово то она вам передала какой-то не совсем правильную модель и сейчас ваша трансформация с этим связано то есть поменять свои убеждения в финансовом плане ну то есть пересмотреть да ну как-то усомниться насколько то чему вас учила эта женщина это так то здесь вот просто вы слепо следуете и вы как будто бы дошли до своего какого-то потолка понимаете финансовую вы не можете его пора прорвать почему потому что нету новой парадигмы финансовые именно успешного человека я у вас есть парадигма вот это вот надо чиститься от этого башни поэтому выходит до показывает ваше мышление к чему вы придете когда пройдете эту трансформацию но два рыцаря представляете жезлов и мечей да вы двинетесь вы начнете двигаться 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 вперед причем знаете так достаточно позитивно лихо целенаправленно оставите позади вот эти вот все свои переживания и вы пойдете в новое наконец-таки аллилуйя что вам поможет в этом вот хочется посмотреть ну вот вы пересмотрите вы пересмотрите свое отношение а к деньгам по иерофан туда вот вас измениться а картина ваше мировосприятие кто поспособствует здесь вот здесь что-то должно такое произойти общение вот вы с кем-то будете общаться какой-то человек знаете здесь ощущение того что вот вам как будто бы деньги которые вы вкладывали они вернутся как бумеранг не откуда вы то но то есть и не от какого-то конкретного человека они вам будут возвращаться когда это будет показателем для вас маячком того что вы проработали вот свои финансовые вопросы вам нужно побольше общаться с людьми которые умеют зарабатывать да не для того чтобы учиться у них зарабатывать а для того чтобы перенять их модель их отношения к деньгам вот побольше общайтесь с успешными людьми да у которых есть деньги по крайней мере та сумма которую вы хотели бы получать и зарабатывать вот через это общение вы сможете перенять их повадки в любом случае даже если вы ничего не будете делать не будете изучать но при общении с этими людьми они все равно будут каким-то образом на вас влиять это важно для вас и и вы тогда по сможете пойти в это новое личная жизнь здесь что что было что есть что будет о здесь какой-то этап у нас завершился этап треугольника для кого они были актуальны на на в общем здесь когда вы были в роли просто любовницы это этап завершился да то есть вы стали закрываться от всех либо если это не треугольные отношения да просто вот эти вот легко легкие поверхностные отношения которые ни к чему не приводят наступил естественный процент ну то есть вы как будто бы через это ну все переросли вам это уже надоело не то что там что-то случилось вот а вам уже надоело постоянно ссориться конфликтовать надоели эти предательства надоело когда ничего не происходит ничего не делать вы вошли в такой знаете пассивную пассивное состояние самосохранение своей энергии да я уже ничего не хочу я уже не буду разбираться да уже не буду что-то там изучать ну и в нафиг без такой вы знаете вот прям вот такое вот отношение у вас что мне это просто не мое и все то есть не то что вот как-то там глубоко погружаетесь и все нет вам просто это надоело ну и правильно сделаю сказал собственное мнение дорога не обращайте внимание просто брать захотел сказать что сейчас таким образом вы вошли в трансформацию что сейчас сейчас вот был период когда ничего не происходило такое знаете уныние медленное постепенное умирание сижу и наблюдаю что будет как будет ничего не хочу делать нету настроения не вижу никаких возможностей не хочу принимать никакого решения мне хорошо и в уединение знаете вы как будто бы сохранить вы сохраняете говорю пополняйте свою энергию да вот я же говорю энергосбережением как будто бы наполняетесь вот в этом состоянии то есть до четверка кубков она не очень-то приятная но с другой стороны она помогает вам наполнится здесь такое ощущение вот когда вы находитесь в этом состоянии уединения да вы как будто бы возвращаете свои части разрозненные там сливали энергии там сливали вот вы сейчас сидите да и но не действуете в принципе не посылайте энергию и и не расплескиваете она к вам возвращается да и вот вы наполняетесь и вам поэтому сейчас такой этап когда вам хорошо вам сейчас хорошо хорошо с чем вы выйдете из этой трансформации но прекрасно девятка педакли ну отсечете вот эти вот все ситуации которые водили вас кризис да все вот эти вот без духовные отношения то а чего ну то что то что вас достало на самом деле сейчас не случайно вам хорошо потому что вы перестали как-то вот размениваться да и сейчас вам хорошо и вы выйдете из этого кризиса знаете с пониманием того что блин а я самая ценная у себя и я я буду думать то есть если раньше как-то случайно впадали в свои отношения да они как-то случались с вами то сейчас вы уже прежде чем что-то сделать да вы уже думаете уже какая-то ткань знаете более взрослый взрослая зрелая позиция да здесь завершение завершение вот этих вот нищих без духовных каких-то отношений не очень хороших и рождение именно вы знаете не не жесткой женщины нет ни в коем случае а именно вот такой вот знаете вот мягкой понимающий но мудрый да то есть не просто я принимаю лапшу на уши которые мне вешают а я уже мудрая уже если такое случается то просто потому что мне нравится когда меня развлекают да и смотреть как люди меня обманывают им кажется что они это могут не вот а меня это просто развлекает а меня это ободрит но обмануть вас уже невозможно поэтому здесь да и сразу попадает император понимаете то есть вы не закрываетесь после этой трансформации что вот я закрыла свое сердце меня больно я никого не подпускаю вы в этом уже были да вы это уже прошли после этого прошли этап когда вам хорошо само собой да и ну будет отношение хорошо не будет ну и фиолетово вот и когда вы вот это вот приходите к этому состоянию наполненности ну вы радуете жизни на кафе эти вот вам хорошо так уютно на душе вот прям другого условия мужская тепло уютно и вы понимаете что а а нужен ли мне вообще кто-то даже вы даже не задумать есть такое ощущение что знаете даже не задумываете вообще отношения не то что вы их на второй план поставили ну просто скорее всего другие приоритеты у вас сейчас и вот это вот состояние наполненности да когда вы понимаете что ну у вас все хорошо вот этот момент вы становитесь уже нету вот этих вот травм нету болезни бы это все уже проработали вы становитесь вот кубковой такой женщины по-настоящему женщины да ну я не знаю может быть практики какие-то проводили и вы уже любите себя да да любите себя такой какая вы есть не больная израненная которая закрывается а именно по-настоящему женщина наполненная любовью и вот именно на эту энергию не на мечовую а на кубку вы вам приходит император на здесь вот прям отношения такие знаете хорошие ценные и вы медленно будете выстраивать отношения причем знаете вот этот вот ваш прошлый опыт он вам показал а торопиться да некуда да блин если ты мой человек ты и так со мной будешь то есть у вас здесь такое знаете состояние не то что состояние пофигизма а такое знаете вот ровно хорошо то есть нету таких уже эмоций как раньше прям горели это это неплохо а это знаете такая вот срелый такой подход да есть отношения да и счастливым ну и что надо об этом кому-то говорить мне хорошо и ладно вот вот какой то вот такой вот у вас подход но у вас появляется император так это у нас была личная жизнь профессиональная что у вас здесь профессиональной сфере мне время хватает типа того что было что сейчас чем выйдете профессионально так было профессиональной сфере единение проницательность любопытство знаете что-то вы хотели что-то вы хотели сначала изучали ощущение того что долгое время что-то изучали что-то рассматривали потом думали да может быть как вам создать что-то потом возможно вам не хватало какой-то информации и то ли вы пошли учиться до той или как-то вот пересмотрели свое отношение по поводу вашей профессии да но здесь скорее всего может быть даже кто-то и учиться пошел у вас было вот это вот любопытство либо что-то новое захотели привнести в свою профессию понять как можно усилий до свои способности что-то изменить да здесь знаете здесь ощущение того что слишком все холодно было и слишком от ума и не хватало каких-то эмоций вам на в профессиональной сфере да и опять созерцание вот вы долгое время что-то думали да что-то как-то рассматривали созидали может быть долго думали поэтому попали в трансформацию нет потом произошло какое-то разрушение скорее всего пришли какому-то решению что что-то надо сделать и вам ну то есть не было понятно как в будущем будет все развиваться да потому что она будущее здесь было скрыто и здесь вот это скорее всего зависание до долгое когда ну что-то я изучаю изучаю ничего не делаю да потом опять поизучая потом я понимаю что мне чего-то не хватает и я опять изучаю вот поэтому в этом изучении я понимаю что опять я что-то не то сделала пересматриваю потом опять и в конечном итоге вот это вот долго долго думающая вот эта вот игрушка ваша она должна была разрушиться на почему потому что она не приводила ни к чему и вот это вот разрушение она привела сейчас в трансформацию до когда вы Восстанавливаетесь Видите, что в личной жизни восстанавливаетесь Что в профессиональной Восстанавливаетесь Как-то не действуете Опять впадаете в какую-то цикличность То есть повторность Все вроде бы одно и то же и одно и то же Не хватает чего-то нового То есть продолжается Здесь ощущение того, что сейчас Ваша трансформация в профессиональную сферу Продолжается Здесь вы долго думали, долго думали Потом в конечном итоге что-то произошло И вас все равно выбросило И сейчас Опять та же самая история Ощущение того, что какой-то урок вы здесь Не прошли Да, как-то вот вы Очень долго думаете и мало действуете Вот здесь вот надо действовать Понимаете, здесь надо как-то взаимодействовать с людьми Обмен чтобы был Чтобы вас обновляли, чтобы эмоции Обновлялись Когда вы не взаимодействуете с людьми Ничего не происходит Ну либо как-то со своим продуктом Либо на работе Как-то Но скучно, понимаете Вам скучно Вам не хватает этой новизны И вы эту новизну думаете Как бы ее получить А делать не действовать Здесь вот очень много думаете Ладно, понятно Думаете Опять думаете Продолжается То есть вошли в трансформацию в раздумиях Сейчас раздумываете К чему придете в конечном итоге В профессиональной сфере В воздержании Опять ничего не делаете Только рассматриваете свои способности Да, как что можно было сделать Надеетесь на то, чтобы построить что-то И потом бац И столкновение происходит А почему происходит Столкновение Потому что Либо энергии не хватает Либо 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 вы какие-то Свои амбиции Здесь понимаете Сейчас я посмотрю Какой у вас урок Здесь вот очень прям Хочу Посмотреть в профессиональной сфере Почему? Потому что Какой-то урок Вы здесь не проходите То есть если С личной жизнью Как-то мы еще более-менее Разобрались Вроде бы там Как-то более-менее А здесь Негативное, да А здесь какой-то урок Вот вы не проходите Вот здесь понимаете Выпали три карты Кошмар Страх Вот что-то вы боитесь Вы боитесь, знаете Проявить себя Вот здесь вот этот вот Бунт Показатель того Что вот надо со всеми бороться Надо со всеми сражаться Вот вы боитесь А по факту вам не надо Ни с кем сражаться Вам вот эту вот энергию Да Ну то есть у вас есть Энергия А вы ее никуда не направляете Вот здесь вот урок Заключается в действиях Понимаете Ну то есть Вы много думаете И фиг делаете А от этого толку никакого Кроме того Что это вызывает у вас больше Еще больше кошмаров Еще каких-то больше страхов Что ничего не получится И вот внутри вот эта вот энергия Ну то есть она не аккумулируется Понимаете И она начинает вас разрушать Вы начинаете бунтовать Вы начинаете злиться На себя Вам кажется Что вам по этому поводу И денег-то не хватает И денег никаких я не могу родить Почему? Потому что Вам нужно освободить эту энергию Да Куда-то Ну словно говоря Влить ее в правильное русло Чтобы она приносила вам плоды А вы действия не совершаете Поэтому не получаете обратную связь Возврата нет И у вас вот это вот ощущение Да И плохое настроение Но здесь вот эмоции пошли Это связано все с тем Что вы не делаете Вот если проще сказать Одним словом Вы должны научиться действовать Не важно А вы все контролируете Понимаете Вы все продумываете Вы хотите заранее все знать Прочитать А так не получается А вас учат наоборот Другому в профессиональномстве Сделай Да Неправильно Оставь Иди дальше Еще раз сделай То есть не бояться пробовать Почему? Потому что здесь скорее всего Ваш урок Через вот эти вот пробы И ошибки Вы видимо придете К чему-то такому Очень важному А вы наоборот Хотите сразу видеть То, к чему вы должны прийти Чтобы действовать А вам говорят Нет Так не получится Потому что через вот эти вот Пробы Да Пробы ошибок Ты что-то должна понять А если ты не делаешь Ты не понимаешь Вот вы постоянно Да Отступаете Отступаете От каких-то Вот вам приходит Какая-то идея А вы ее не реализовываете И у вас идут откаты потом Да Вы не знаете Какой путь выбрать А вы не поймете Какой путь выбрать Почему? Потому что Вы не начинаете действовать Вы хотя бы Сделаете один-два шага В одном направлении И вы поймете Дальше вам нужно идти Или нет Либо надо будет вернуться И начать второй путь Либо там третий путь А вы изначально хотите Все попробовать Ну то есть Не попробовать А изначально знать Конечный результат Вот в этом ваш урок Понимаете? Да Вот на самом деле Это урок вашей силы Да То есть вы прорабатываете Свою силу Когда вы Именно преодолеваете Вот эти вот трудности Да То есть вам даже Не сам путь нужен И не сама профессия А сколько умения Преодолевать Эти сложности И вот тем самым Вы накапливаете Свою силу Увеличиваете ее поток Я бы так сказала И на этой силе У вас потом Будет рождаться Творчество То есть вы преодолеваете У вас появляется Ресурс Сила И вы Энергия И вы сможете Творить А так вы ничего Не делаете И к вам Ну не приходит Вот в этом ваш урок Хорошо Давайте теперь посмотрим Что касается Здоровья С чем вы вошли В трансформацию Ну здесь не было Каких-то проблем Чёрка Жизлов Она говорит больше Про огонь Про общение Коммуникацию Знаете здесь Может быть какие-то У вас если и есть Были какие-то проблемы То это только Вот именно С передвижением Здесь какие-то Вот мне кажется Кости, артрозы Что-то такое Артриты Ну с движением Если у кого-то Да Коленки может быть Если кому-то Было актуально Так Я не вижу ничего Что сейчас А сейчас наоборот Какое-то вот Завершение 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 Каких-то Может быть Психосоматических Каких-то проблем Да Может быть Пошли Поисследовались И что-то нашли Вот И исправили Ну что-то Гармонизировали С чем вы идете Вот вы знаете Мне все равно Хочется сказать Как-то проверьте Свои Свои кости Да Как-то кости Причем Низ Именно ноги Ноги Колени Кого-то Может быть Знаете Вот привычный Вывик Ступы Вот так вот Подворачиваются Вот здесь Вот как-то С конечностями Причем Конечности Только ноги Вот здесь Как-то так Так Чтобы какие-то Другие проблемы Были Может быть Даже если Но это возрастное Больше Знаете Если Проблема Здесь Как раз С женскими Женской системой Боже мой Скажи Скажу Цикл пропадает Кто-то Может быть В климакс В климакс Входит Вот здесь Вот что-то Такое Тоже Может быть Ну то есть Это вот Какое-то Такое Знаете Либо Нарушение Цикла Вот такие Вот могут быть Заболевания Но опять-таки Мы не делаем Я не делаю Диагностику Я не врач Я могу рассказать Просто на что Обратить внимание И предпосылки Вот такая Вот у нас С вами была И третья позиция Достаточно Большой расклад Вот Ну потому что Сфер Сфер Было Предостаточно Я с вами Обращаюсь Жду Вашей Обратной Связи В комментариях Ставьте лайк Дизлайк Пишите комментарии Совершайте Какие-то действия Это важно Не важно Они позитивны Негативны Важно Чтобы они были Да Потому что Это Все равно Какое-то движение На канале Оно помогает Его Продвижению Пишите Также В комментариях Я не знаю Можете общаться Со мной Тоже в комментариях Кто не подписан На мой инстаграм Подписывайтесь Вот Потому что Там я пишу Посты Там я больше Активничаю Да В сторис Вот даже У меня иногда Появляется Желание Снова Возобновить Эфиры Которые я проводила В сторис Не знаю Я человек По настроению Надеюсь Расклад Вам понравился Я с вами Обращаюсь До новых Раскладов Пока-пока Продолжение следует... Продолжение следует...